Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моём канале. Девчоночки, у нас сегодня с вами 10 мая. И именно с сегодняшнего дня я решила сделать на своём канале интересную такую рубрику «Жизненные истории». Кстати, по многочисленным просьбам моих подписчиков, моих зрителей, каждый день я получаю по несколько сотен писем. Да, девочки, получаю очень много писем. Мне пишут женщины, пишут мне и мужчины, пишут свои жизненные ситуации, свои жизненные истории. И именно по их просьбе я решила сделать такую рубрику «Новый феллист. Жизненные истории». Надеюсь, что вам эта тема понравится, и вы будете её смотреть с удовольствием. Также будете писать свои отзывы в комментариях, будете присылать мне какие-то новые свои жизненные истории, потому что жизнь – это жизнь, и она всем интересна. Тем более жизнь наших подписчиков, наших друзей, наших зрителей. Конечно, мы будем обсуждать всё это вместе с вами в комментариях, будем что-то советовать. И надеюсь, моим зрителям эта тема понравится. Вот сегодня, допустим, у меня будет такая тема. Жизненная история одной моей подписчицы. Кстати, мои хорошие, хочу вам сказать сразу, что все истории, о которых я буду вам вещать, по согласованию с моими зрителями, подписчиками, кто мне присылает, я буду их озвучивать. Если кто-то не согласен, я никогда эту тему не затрону. Никогда. Так что сегодняшняя тема – это история Женечки, Евгения. И она дала согласие на то, чтобы я рассказала об её истории, об её жизненной истории. Женечка, ты меня сейчас смотришь, я знаю. Большой тебе привет от меня. Люблю тебя. Дай Бог тебе терпения и всех благ. Итак, мои хорошие, Женина история. Свекровь мешает жить на протяжении многих лет. Женя вышла замуж в 25 лет. Ну, из её письма, как я понимаю, да? Вот. В 25 лет прожили не с мужем. Также 25 лет. Женечка, я знаю, у тебя было недавно день рождения. Я поздравляю тебя. Желаю счастья и здоровья. И всех-всех благ. Будь счастлива, моя хорошая. Итак, Женина история такова, что как только Женечка вышла замуж за своего мужа, она стала сразу ненавистной невесткой. И свекровь её гнобит с самого начала, с самого начала. Она так и не поняла до сих пор, чем она не угодила своей свекрови. Чем она не угодила. Но, наверное, я так думаю, это моё личное мнение, не угодила тем, что она отняла у неё сына. У нас такие бывают странные мамочки, которые не готовы делить своих сыновей, не дочерей именно, а сыновей, со своими невестками. Мне кажется, это очень странная такая ситуация, где, наоборот, надо маме радоваться, что сын устроенный, у сына хорошая жена, есть уже дети, есть уже внуки, вот, надо радоваться. Нет, мама до сих пор вставляет Женечке, своей невестке, палки в колёс, как говорится. Как Женя мне написала, что ещё, говорит, где-то года три, когда мы прожили с мужем, у матери были постоянно такие претензии, ко мне постоянно приходила и готова была разрушить наш брак. Но, слава Богу, говорит мой муж, её не слушал и говорил только, мам, займи своей жизнью. А у мамы уже, оказывается, за плечами было два брака неудачных. Другая бы радовалась, радовалась за своего сына, что так всё хорошо, прекрасно, невестка хорошая, за сыном следит, за детьми следит, за внуками, как уже сейчас появились, да, следит. Нет, мама всё равно вставляет какие-то свои палки в колёса. А из-за чего всё это произошло, пишет Женя, был день рождения наших общих друзей, нас пригласили, и там была также мама, свекровь, говорит, пришли. Меня пригласил танцевать один парень, ну, мужчина, тогда ещё молодые, мы говорим, ну, парень, в общем, пригласил танцевать. А этот парень, говорит, наш общий знакомый с мужем, мы потанцевали, он там, мне, говорит, где-то там прижал к себе, и мама начала, вот она у тебя такая гулящая, поглянь, как она себя ведёт, на этом дня рождения, поглянь, как он к себе её приближает, как он её обнимает, ты что не видишь, глаза разой. Когда, говорит, мне это муж, что потом рассказал, говорит, я была вообще шокирована. А муж знает этого парня, в общем, у нас, говорит, такие доверительные отношения, у нас дружеские отношения. Я-то никогда бы не подумала, говорит, что моя свекровь начнёт вставлять мне палки в колёса именно-именно вот тогда, в тот день, на этом дня рождения, дня рождения. И после этого, говорит, всё началось, всё началось. Как какой-то праздник, куда-то мы, говорит, выходим, и мы обычно, говорит, брали всегда с собой его мать, постоянно, говорит, брали. Хотели, чтобы она тоже отвлеклась, потому что одно было замужество не очень, второе потом тоже было не очень, она была такая одинокая женщина, и мы постоянно её с собой, говорит, таскали. Это наша, говорит, ошибка, что мы постоянно с собой брали на все наши празднества, на все какие-то там отдыхи нашу мать, вернее его мать, с фигровкой. И, говорит, вот, на каждом празднике, на каждом дне рождения она, говорит, старалась меня, говорит, зацепить там чем-то. Кто-то меня пригласил, говорит, кто-то меня там угостил, говорит, кто-то там приобнял, говорит. И она, говорит, старалась сделать так, чтобы её сын увидел во мне, ну, Женечки, да, какую-то шалаву. У неё это не получилось. Не получилось нам на протяжении, можно сказать, 25 лет. И что она сейчас утворила? Она наняла бабуля эта, человека, чтобы тот якобы является любовником этой Женечки. Тот её подкараулил возле подъезда, там всё, на видео было всё снято. Вот бабка какая, продвинутая, поглянь, а? И тот... Ой, Женя, привет, моя родная! Там обнимашки, салавашки, значит. Она от него, говорит, я от него отталкиваюсь. Ты что, мужик-то кто вообще такой? Вот. А Женька вообще, она такая, она мне свою фотографию прислала, она такая девчонка, просто девчонка просто. Вот, молодец. Она с собой ухаживает, следит. У неё фигурка, у неё всё. А муж её, наоборот, такой располневший, говорит, что мать хочет, свекровка, что она хочет. И когда, говорит, всё это дело засняли, и потом мы ему, мужу, показали, говорит, я вообще была шокирована, шокирована. И так всё предоставили, видимо, там всё так смонтировали, что он, говорит, смотрит на меня такими глазами и, говорит, Жень, ты чё, Жень, да не может быть. Она говорит, милый ты мой, говорит, маму свою, говорит, попытай. Ну нельзя ж так, ну нельзя. Девчонки, имеются внуки у этой бабульки. Да что такое, раз кашлялась не могу, прослыл девочке. Неужели правда так возможно? Неужели правда так возможно? Неужели возможно вот так взять в одноразе и разрушить жизнь своего сына? Жизнь его семьи? Жизнь своих внуков? Ну я вообще этого не понимаю. Мне кажется, это просто уже у бабушки какой-то, знаете, маразм там идёт, зашкаливает просто. Просто зашкаливает. Ну нельзя так делать. Это бесчеловечно. Девочки, вы так мечтаете? Это просто бесчеловечно. Женечка, дай Бог тебе, мои хорошие терпения. И твоему мужу тоже. Я знаю, что у вас будет всё прекрасно. Но этой бабульке, мне кажется, надо просто попить. Как называется, девочки? Трава эта? Пустырник, который успокаивает нервы. И успокоится. У самой жизни не получилось. Было два брака. Третий брак, та же, как говорится, как бы у них начинается с такой стадии, она там с кем-то встречается. И то, я считаю, что это будет неудачно. Зачем вообще выходить на склонности лет ещё замуж и портить при этом ещё жизнь своим детям, своему сыну? Для чего? Кто вообще разрешил? Кто вообще дал такое право женщине уже в возрасте мешать жить своему сыну любимому? Неужели она думает, что если он расстанется с своей семьёй, он к ней придёт и будет возле её ног, как говорится, колыхаться? Ну, это вообще какой-то бред, честное слово. Женя, моя ты хорошая. Спасибо, что ты разрешила рассказать об твоей истории, о твоей жизненной ситуации. Возможно, у кого-то из девочек такая же есть проблема со свекровями. Девчонки, никогда не идите на поводу. Делайте всё невозможное. Вот когтями так, как говорится, вгрызайте свою семью и не позволяйте свекровям портить вашу жизнь. Не позволяйте. Тем более, когда у вас уже на кону стоит полжизни, полвека вместе, ну, как четверть века вместе, как туженечки. Не позволяйте нарушать этот союз. Иначе на голову сядут, не слезут. Это вообще бред какой-то. А вот этой свекрови, Женина, я просто советую, просто советую, как женщина. Не лезьте в семью своего сына. Не лезьте. И, возможно, у вас та жизнь наладится. У вас было два неудачных брака. Это я обращаюсь к свекрови, Женечке. Было два неудачных брака. Вы собрались третий раз выходить замуж уже в таком зрелом возрасте, когда уже, как говорится, подумать пора о внуках и о покое каком-то. Вам не имется. Вам не имется. Но зачем нарушать жизнь своего сына? Вы хотите быть счастливой? Почему вы мешаете быть сыну так же счастливым? Почему вы мешаете быть вашей невестке такой же счастливой женщиной? Вы хотите счастья? Дайте также возможность вашим детям быть счастливыми. Не лезьте в их судьбу, не лезьте в их жизнь. И тогда, может, вам повезет. Не понимаю. Не понимаю. Девчонки, пишите свой возраст в комментариях. Женечка будет очень ждать. Я вас всех люблю. Спасибо вам за внимание. Женек, Женечка, Женулька, Женечка моя хорошая, я желаю вам только счастья и здоровья. 25 лет брака за плечами, это говорит о многом. У вас крепкая семья. И дай Бог, так оно и будет. Ну а ваша свекровка, я надеюсь, поймет, что нельзя переступать грани. Должны быть какие-то границы позволенного. Переступать нельзя. Иначе и сама счастье не увидит. Всем спасибо за внимание. Люблю вас. Если вам понравилась эта рубрика, пишите в комментариях. Эта рубрика будет выходить на сон два раза в неделю, возможно, три раза в неделю. По вашему желанию. С вами была ваша Елена. Люблю вас. Пока-пока. Увидимся. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова